Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы разберемся, как же у нас формируются созависимые отношения. Это такие отношения, в которых один человек зависит от другого. И как из этих отношений выбираться? Сегодня рассмотрим модель, психологическую модель взаимодействия, которая называется треугольник Карпмана. Ее автором, собственно, был Стивен Карпман, который является последователем Эрика Берна. А Эрик Берн это тот, который придумал транзактный анализ. Итак, идем разбираться с этими ролями. Вне зависимости от того, каким человеком вы себя считаете, вне зависимости от того, как развивается ваша жизнь, вы так или иначе будете замечать то, что иногда, а может быть даже очень часто, вы бываете в одной из этих ролей. Как из этих ролей выбираться, мы рассмотрим немножко позже. Итак, давайте рассмотрим, что же это за роли такие. Когда мы рассматриваем любую неэкологичную, нездоровую коммуникацию, мы можем наткнуться вот на какой интересный факт, что существует в любой проблемной коммуникации, условно говоря, три роли. Что это за роли такие? Это преследователь, это спасатель и это жертва. Давайте разберемся немного в характеристиках, что характеризуют эти роли, какие у них есть характерные черты. Смотрите, кто такая жертва? Жертва это человек, который не любит решать свои проблемы. Он показывает беспомощность и несправедливость внешнего мира. Он избегает принятия решений. Таких людей вы, наверное, знаете. Наверняка у каждого из вас есть такой знакомый или знакомая, которая всегда находит себе какие-то проблемы. Во всяком случае, я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые вместо того, чтобы решать какую-то свою жизненную проблему важную, она находит какие-то оправдания, чтобы это не делать и чтобы представить себя жертвой для того, чтобы кто-то пришел к ней на помощь. Слава богу, сейчас уже в моем окружении таких людей стало намного меньше. Следующая роль это спасатель. Кто такой спасатель? Спасатель это тот человек, который любит помогать. Но на самом деле он помогает не так уж и бескорыстно. Все дело в том, что спасатель выбирает того человека, который слабее его и начинает ему помогать. И основная цель, которую человек, спасатель преследует, это на самом деле убедиться в собственной важности и убедиться в том, что на самом деле у меня все окей. Вы знаете, кто-то из великих сказал однажды, что друг это на самом деле не тот, кто поможет тебе в беде, а тот, кто искренне порадуется твоему счастью. Так вот, как раз таки, когда у нас случается беда, многие люди, я не говорю, что это все, но многие люди приходят нам на помощь, не для того, чтобы искренне нам помочь, а для того, чтобы убедиться, что у меня не все так плохо. И это тоже опасная роль и очень опасная позиция. Я сейчас поясню, почему это так. Ну и третья роль это преследователь. Преследователь это такой человек, который постоянно указывает на недостатки других, причем указывает на эти недостатки достаточно агрессивно. Не то, чтобы он там просто дает какую-то экологичную обратную связь, конструктированную. Нет, он как раз таки самоутверждается за счет того, что он гонит других. Гонит, прям вот погоняет. Давайте разберем пару примеров из жизни. Первый пример. Ребенок приносит из школы плохую оценку и начинает жаловаться на своего учителя. Кто является жертвой? Ребенок является жертвой, преследователем является учитель, который дает сложные и невозможные задачи, а спасателем является родитель. Если родитель включается в эту роль и начинает защищать своего ребенка. Следующий пример. Начальник подчиненный. Начальник дает подчиненному сложное задание. Подчиненный включает роль жертвы и начинает искать помощи в курилке или в кафешке, обсуждая с другими сотрудниками своего начальника, жалуясь на то, как несправедливо относится начальник к ним и получает поддержку. В чем проблема вообще всех этих ролей? Проблема всех этих ролей заключается в том, что ни одна из этих ролей не развивается как личность. В чем опасность? Я вам скажу так, занырнуть в этот треугольник гораздо легче, чем из него выбраться. Давайте разбираться дальше. Какие характерные есть мотивы у каждой роли, почему мы очень часто можем сваливаться в одну из этих ролей? Жертва считает на уровне убеждения, что ее проблемы в жизни они нерешаемы и у жертвы отсутствует в большинстве своем такой навык, как принятие решений. Поэтому жертва вместо того, чтобы обучаться каким-то новым навыкам, обучаться чему-то новому, в том числе принятию решений, она ищет помощи со стороны других. И это очень опасно. Следующая позиция спасатель. Почему спасатель обычно становится спасателем? Спасателем обычно становятся люди, у которых низкая самооценка. Они не могут открыто заявлять о своих потребностях и о своих желаниях и задачах, но они находят более слабого человека и начинают ему помогать. То есть, таким образом, как бы самоутверждается, убеждая себя в том, что у меня не все так плохо. Они как раз-таки избегают своих комплексов и проблем. И наверняка вы таких людей очень много знаете. Они могут решить любую проблему любого другого человека, но в их личной жизни, в их повседневных задачах царит просто какой-то невероятный хаос. И спасатель, на самом деле, это одна из опаснейших позиций. Потому что мы очень часто скатываемся в эту позицию, сами того не осознавая. И, наконец, третья роль преследователь. Почему люди начинают преследовать? Потому что есть какая-то внутренняя невыраженная агрессия, либо на кого-то из окружающих, либо очень часто эта агрессия направлена на себя. И преследователь всегда ищет возможность отыграть свою агрессию, отыграть свой негатив на других. Давайте попробуем рассмотреть на примере, как разворачивается этот треугольник. Потому что, на самом деле, все не так просто, как казалось бы. Есть люди, которые перманентно, то есть, постоянно находятся в какой-то одной из ролей. Преследователь, спасатель или жертва, соответственно. Это, на самом деле, тяжелый случай, если так говорить. То есть, человек транслирует эту роль постоянно. Но в большинстве коммуникации эти роли, разные люди, носители, они как бы кочуют между одной ролью и другой. Давайте рассматривать на примере. Ну, допустим, ваш друг спросил у вас совета. Ваш друг у вас спросил какого-то совета. Я не могу выбрать себе жену. Не могу выбрать себе жену, не могу себе выбрать, кого мне выбрать, Катю или Настю. Ну и вы, как истинный друг, начинаете из своей карты реальности ему советовать. Окей, друг, выбирай Настю, потому что у нее вот такие-то, такие-то есть качества. Жертва, не умея принимать решения, принимает, женится на Насте. Настя оказывается не самым лучшим человеком. Настя становится преследователем. Потом жертва, человек, который у вас попросил совета, если вы спасатель, продолжает играть роль в жертвы и обвинять спасателя в том, что вы ему помогли сделать неверный выбор. И жертва может настолько агрессивно реагировать на спасателя, что она даже может превратиться в агрессора. А вы, дающий совет, дающий совет жертве, можете стать, соответственно, жертвой и пойти искать какого-то третьего спасателя. То есть эти роли, они не перманентны, они в коммуникации могут меняться. Давайте посмотрим еще один пример. Классический пример из жизни. Супермаркет. На кассе сидит уставший продавец. Вы подходите, он вам начинает с грубостью что-то говорить. Вы являетесь в этот момент, к примеру, жертвой. Вам нахамил продавец, являясь преследователем. В какой-то прекрасный момент за вами стоит очередь. Вы являетесь жертвой. И в какой-то прекрасный момент люди из этой же очереди начинают очень сильно прессовать этого кассира, который был агрессором. Они начинают вам помогать. Они являются спасателями. Но если спасатель оказывается сильнее, мощнее преследователя, то преследователь может сразу стать опять жертвой. И если преследователь стал жертвой, то найдется третий спасатель. То есть, как вы понимаете, этот треугольник, он очень сильно не статичный, но люди постоянно в нем меняются ролями. И эти роли являются зависимыми. В ни одной из этой роли нету здоровой взрослой позиции. Опять же повторюсь, люди, находящиеся в одной из этих позиций, они в принципе не развиваются. Они продолжают отыгрывать один и тот же сценарий. И это печально на самом деле. И что же делать, спросите вы. Как выходить из этого треугольника? Давайте разбираться. Есть общая рекомендация для всех. Я ее прямо вот здесь написал. Первое и самое главное. Осознайте свою роль. Осознайте, кто вы в этой конкретной ситуации. Спасатель, жертва, либо преследователь. Дальше задайте вопрос, для чего мне это? Для чего мне находиться в этой роли? И третье, это какие у меня выгоды, находясь в этой конкретной ситуации. Но это простой путь, а мы можем порассуждать дальше, как выходить из каждой конкретной роли. Допустим, если вы осознали, что вы находитесь в роли жертвы, что вам может помочь выйти из этой роли? Первое, это перестать жаловаться на жизнь. Это прям вот архиважно. Перестать жаловаться на жизнь. Хорошо. Второе. Жертва, как правило, становится жертвой, когда у нее не хватает каких-то навыков или, как правило, когда у нее не хватает каких-то ресурсов. Задайтесь вопросом, что я не умею. Задайтесь вопросом, что я не умею и как это можно изменить. Допустим, я не умею отвечать на вопросы, я не умею давать отпор, у меня проблемы с личными границами. Но когда вы начнете менять эту ситуацию, у вас откроется буквально второе дыхание, и вы начнете воспринимать эту жизнь по-другому. Вы просто уже перестанете перекладывать ответственность на других, а будете решать свои проблемы самостоятельно. И не будете постоянно искать спасателя. Ведь позиция жертвы, она на самом деле очень удобная, но весьма коварная. Почему она удобная? Многие люди всю жизнь проживают в позиции жертвы и очень успешно пользуются всеми ресурсами спасателей до поры, до времени. Но, как правило, когда спасатель осознает, что он является на самом деле спасателем, он прекращает оказывать эту помощь и поддержку, но жертва вместо того, чтобы решать свои какие-то вопросы жизненные, она начинает искать себе другого преследователя и опять же подтягивается другой спасатель. Поэтому, чтобы избежать этой роли, задайте себе вопросом, что конкретно я не умею, что мне нужно научиться делать, чтобы жить наиболее полноценной самостоятельной взрослой жизни. Ну и, конечно же, третья рекомендация – это принять ответственность и жить свою жизнь самостоятельно. Дальше, что делать, чтобы выйти из роли спасателя? Здесь есть тоже несколько хороших конкретных рекомендаций. Первая рекомендация – если вас не просят о помощи, пожалуйста, никому не надо помогать. Вот эта вот помощь просто так ради помощи, опять же, она вам помогает потешить ваше эго, но она как раз-таки мешает вам развиваться. Если не просят – не помогаем. Следующий момент. Когда вы оказываете кому-то какую-то помощь, задайтесь вопросом, я это делаю, ожидая чего-то, либо я это делаю просто так бескорыстно. Потому что есть большая вероятность, что вы скатитесь в жертву, как обычно это бывает в жизни. Вот один друг помогает другому, помогает, помогает, возит его на машине, выручает его деньгами, еще чего-то, еще чего-то. А потом в какой-то прекрасный момент спасателю становится обидно. Я вот ему столько всего сделал, а он в ответ мне даже спасибо не сказал. Знакома такая фраза, знакома такая ситуация? И вот как раз-таки, если вы себя ловили на такой вот ситуации, когда я столько всего для него сделал, а он мне даже спасибо не сказал, я вас уверяю, вы играли роль спасателя, и это невыгодная роль. Для вас была какая-то вторичная выгода, и вторичная выгода, скорее всего, заключалась в том, чтобы вам кто-то сказал как минимум спасибо, а как максимум каким-то образом отблагодарил. Поэтому, когда вы начинаете кому-то помогать, уточняйте у самого себя вопрос. Я это готов сделать вообще просто так, даже если мне за это спасибо не скажут. Либо я все-таки это делать не готов. Если вы понимаете, что вы не готовы это делать просто так, то, пожалуйста, этого не делайте, и тогда у вас будет возможность выйти из этого треугольника. Это очень важно. Следующий способ выхода из спасателя. Смотрите, в любой конфликтной ситуации, в любой проблемной ситуации есть и жертва, есть и преследователь. Если вы посмотрите внимательно и на жертву, и на преследователя, посмотрите, какие у каждого есть интересы, какие у каждого есть проблемы, какие задачи каждый решает. Если вы объективно сможете оценить каждого участника проблемной коммуникации, то вы тогда не будете впадать в эту роль спасателя. А обычно же спасатель смотрит только на жертву, но не рассматривает преследователя. Это прям очень важно. Берите на вооружение. И дальше, чтобы не быть таким вот прямо спасателем из этого треугольника, потому что помогать людям всегда надо, вам нужно научить жертву решать свои проблемы самостоятельно. Это прям тоже очень крутой лайфхак. То есть, когда вы кому-то помогаете, очень хорошо это работает в воспитании детей, когда мамы, знаете, очень долго трясутся над своими сыновьями и дочерьми. И потом вырастают такие инфантильные люди, которые уже крепко укоренились в позиции жертвы. Подумайте, как вы можете сделать так, чтобы жертва научилась решать свои проблемы самостоятельно. И я вам скажу один небольшой лайфхак. Когда вы просто перестаете помогать жертве, жертва поступает двумя способами. Либо она учится и развивается, личностно развивается, она научается решать свои проблемы самостоятельно, либо второй вариант, она начинает искать другого спасателя. Имейте в виду. Ну и, конечно же, как выйти из роли преследователя? Во-первых, стоит поискать корень проблем в себе. То есть, очень-очень важно задаться вопросом, почему же я так всегда всех терроризирую, что со мной не так? Это прям важно. Потому что у агрессора, как правило, есть какая-то причина, какая-то злость, какая-то агрессия, которую он вымещает на других людях. Следующее. Это перестать самоутверждаться за счет более слабых. Ну, это на самом деле, как бы не по-мужски, да? Если вы начинаете самоутверждаться за счет более безобидных людей. Это прям очень важно. Следующее, что вам поможет выйти из позиции преследователя, это так называемая окейность по Эрику Берну, да? Где я окей и ты окей. И еще одна есть такая пресуппозиция в НЛП. Карта не равна территории, не равна другим картам. Что это значит? Это значит, что человек, мы все, в принципе, разные. У каждого из нас свое восприятие реальности, у каждого из нас свои ценности. И мы поступаем каждую минуту наилучшим образом из имеющихся у нас в данный момент. И мы не вправе никого поучать, погонять. Мы не вправе никого осуждать за то, что он поступает по-другому. А возвращаясь к окейности, здесь очень важно в себе культивировать вот это качество. Я на своих курсах обязательно всех учеников учу. Я окей, пресуппозиция. Я окей, и ты окей. То есть, я классный со своими ценностями, убеждениями, верованиями. И ты классный со своими ценностями, убеждениями, верованиями. Даже если они не похожи друг на друга. Дорогие друзья, я верю в вас. Я верю в то, что вы можете вырваться из этого треугольника. Я верю в то, что вы можете проанализировать себя, проанализировать свою коммуникацию и выйти из этого. Здесь нет ни одной здоровой роли. Жертва всегда ищет спасателя. Она зависит от спасателя. Спасатель всегда ищет жертву, потому что спасатель зависит от жертвы. Ему нужно обязательно как-то самоутверждаться за счет помощи другим. Преследователь – это тоже зависимая роль. Он не представляет себе самостоятельной жизни, если он никого не гнобит и никого не гонит. То есть, преследователь будет всегда искать жертву. Жертва всегда будет искать и преследователя, и спасателя, потому что ей так удобно. Спасатель всегда будет искать более слабого человека, за счет чьего несчастья он может самоутвердиться. Дорогие друзья, если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, в какой роли чаще всего вы замечаете себя и окружающих вас людей. Давайте обсудим, как часто вы вообще замечаете в любой коммуникации треугольник Карпмана. И также, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если видео было для вас полезным, на моем канале есть еще множество других не менее полезных видео. И если вы еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Нажмите подписаться и нажмите колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео. Ну а с вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.